Тем временем милитаризация детей в РФ идет полным ходом. Убийца и по совместительству представитель новой элиты в России пришел к детям в школу и начал жаловаться, что солдаты заканчиваются. Поэтому очень сильно надо, чтобы дети после школы сразу же шли на войну. Сегодня для нашей страны очень тяжелое время. Мы заканчиваемся и заменить нас некому. Это война на долгах. Это священная война за правду. Мы воюем против истинного зла, которое не грезгует никакими методами. Так что, если мы проиграем в живых, они никого не оставят. Они придут за вашими мамами, сестрами, братиками и сделают. Короче, плохое они сделают. Так что, ребята, забудьте, забудьте инверситеты, тусовки и прочую фигню. Идите на фронт. Учитесь копать, копать и еще раз копать. Вам это пригодится. Мотивация просто невероятная. Особенно для подростков. Как думаете, поможет? Покажу вам менее мотивированного военного. Он плачет. А все потому, что его назвали убийцей в России. Пацаны, говорят, позвонили сегодня. Все, один, потом другой. Рассказывают истории свои. На них смотрят мирняк. Не понимают их. Да форму одеть, стесняются, потому что на них будут смотреть. Он говорит, один, блядь, придурок, 20-летний, подошел к мужику в магазине. У него два крестора. Говорит, Георгиевских. Смотрит на него, блядь, смотрит. Тот не выдержал, повернулся. Чего, говорит, на меня так смотришь? Чего тебе от меня надо? Он говорит, говорит, да вы же, говорит, убийца. Мне так, говорит, хотелось, говорит, вырвать, нахуй, говорит, его кадык нахуй, положить, говорит, ну, сказать, пробейте, пожалуйста. Что ж вы делаете-то? Там сейчас такие бои идут. Там мои пацаны, блядь, блядь, а вы, блядь, вообще не понимаете. Как там холодно, как там снег и жрут, потому что в воду занести невозможно. Как быка экономят. Не, я не понимаю, блядь, вас. Какой сентиментальный убийца. Так и не осознал, что война продолжается только из-за Путина и таких солдатов, как он, которые верят диктатору.